Когда вы теряете взор Аллаха, и это более не является для вас приоритетом, то вы вынужденно найдете альтернативу. Это необходимо иметь нечто, к чему вы стремились бы. Такова суть этой жизни. Что происходит с тем, кто обрел Аллаха? Это очень легко для них. Для тех, кто по-настоящему обрел Аллаха, то их молитва ради Аллаха, их жертвоприношение ради Аллаха, а также их жизнь и их смерть ради Аллаха. То, как они живут, то, как они едят, то, как они спят, все то, как они хотят поступить со своей жизнью, их долгосрочные и краткосрочные планы, мечты, связанные с детьми, какое у них будет образование и где они будут работать. Все это ради Аллаха, и это их главная цель. Но для того, кто не имеет такой цели, они вынуждены будут найти другую цель. В древние времена, как правило, были идолы, другие религии, у людей были другие божества, но в наше время это становится намного более жалким. Сегодня вы видите людей, одержимых своим телом, и они работают по 18 часов в сутки, и их единственная цель в жизни – продолжать выглядеть круче и круче. Их единственная цель – принимать стероиды и выглядеть крутыми, и оставаться на вершине, оставаться в форме. Или же другая цель, связанная с их тренажером – мне нужно сделать столько-то подходов, или я должен сделать столько-то отжиманий, или же мне нужно поднять столько-то килограмм сжимом лежа. Вот их цель – это становится их божеством. Для человека, смыслом жизни которого стали деньги, вы встречали таких людей? Они не могут говорить ни о чем, кроме своей работы. Они не могут. О, да, я работаю в этой компании. Я делаю то-то и то-то. И когда они теряют свою работу, они идут на суицид, потому что это все, о чем они когда-либо думали. Это все, что у них было в жизни. Это становится их целью. Для некоторых людей их целью являются дети. Они живут ради своих детей. Они делают все ради своих детей. Они думают о своих детях днем и ночью. У них не бывает в голове других мыслей. У них нет иной цели, кроме их детей. Их дети – это все, чем они живут. Если вы не обретете его, если вы не обретете Аллаха, то обретете что-то другое. Обретете что-то другое и погонитесь за этим. и посвятите свою жизнь этому. Нет исключения среди людей. И сегодня это мог быть даже бездельник. Вы можете спросить, а как тащит бездельника? Вы знаете тех детей, которые играют в видеоигры по 20 часов в сутки и не встают с дивана? Какова же их цель? Их цель – развлекаться, засорять свои мозги перед экраном. Это их главная цель. Вот чего они хотят достичь. И они очень усердно работают ежедневно, чтобы достичь своего. Так оно и есть. Это психологические значения понимания единобожия. Легко сказать «Аллах один». Но один ли Он в моей жизни? Един ли Он для меня? Или же есть еще другие, за кем я гоняюсь? Или же что-то еще? Или же что-то другое, что я ставлю перед собой? Аллах задает такой вопрос. Риторически Он говорит «Что заставило вас отвернуться от вашего милостивого Господа? Что было настолько важным для вас, что вы погнали за этим и не смогли последовать за истиной?» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова